Здравствуйте! Я бы хотела узнать побольше о вашем действии, как это было впервые увидеть врага. Насколько это было страшно, это было неожиданно. Как это было? Ну, во-первых, мне хочется сказать о том, где проходило мое детство. Я, Щукин Владимир Васильевич, майор в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда и почетный гражданин города Балтийска. Родился я в Кронштадте. Отец в предвоенные годы был военным, старший лейтенант береговой службы Балтийского флота. И так уж получилось, что перед войной наша семья оказалась в Эстонии, в Таллине. Проходило время, я закончил первый класс. В нашей семье было еще два моих брата, оба старше меня. Когда я окончил первый класс, то среднему брату было на три с половиной года больше, чем мне. А старший брат, он работал уже в авторемонтных мастерских. И вот 22 июня, когда мы после прогулки по городу Таллину вернулись домой с матерью и средним братом, мы застали дома моего дядю, майора, командира, как тогда называли, тоже береговой службы Балтийского флота, который нам сообщил, что слушал радио выступление Вячеслава Михайловича Молотова по радио, который объявил о том, что Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Но в своем выступлении он сказал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет цена. У вас же были друзья. В сбору мальчишек обычно мы представляем себе, что дети все дружат. Каково было терять знакомых? Нет, друзей в блокаду у нас не было. Мы были заключены, по сути дела, в стенах квартиры. Только летом, вот с 42-го года, уже с весной, когда стало тепло, мы стали появляться чаще на улице. Открылись даже некоторые магазины книжные, где продавались книжечки тоненькие на газетной бумаге, без переплетов. Мы покупали вот эти книжки. Потом сняли блокаду. Что первое вам запомнилось, что вы захотели сделать, когда узнали, что Ленинград свободен? А мы в то время уже находились в эвакуации, в далекой Кемеровской области. Но мы все равно знали о событиях. И, наконец, пришел нам вызов. Это было летом 1944 года, когда можно вернуться в Ленинград. Свободного въезда не было. Надо было оформить вот этот вот вызов, который нам прислали. Документы через военкомат мы получили. Наконец, мы оказались в родном городе. Мы очень жалели, что попали под вот эту вынужденную эвакуацию. Дело в том, что мы рвались в Ленинград. Приехали уже летом 1944 года. 1 сентября я пошел в школу на Васильевском острове. Это был уже 4 класс. Два класса я окончил. Там, в тылу. Кстати, в тылу пришлось и помогать сельскому хозяйству. И потом переезд в Таллинн после его освобождения. Таллинн освободили в конце сентября. Тоже вот 22 сентября число совпадает. А в декабре, в начале декабря я уже был в Таллине. Причем пошел в школу, в 4 класс, где меня, казалось бы, незнакомые ребята и девчонки приняли как своего, просто который отсутствовал. А потом наступило уже такое время, когда мы услышали. Мы победили, что Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин